всем привет это улица пирогова давайте сегодня проедем мы с вами по улице пирогова потом проеду я по улице шпаковская вот так у нас все желтеть уже начинает это желтеть то что погода хорошая погода отличная погода но утром и вечером уже становится прохладно у нас на улице пирогов очень много лежачих полицейских поэтому я ее не очень-то люблю эту улицу и в авто корее заезжал магазин сейчас поеду уже гараж машину поставлю что у нас сегодня понедельник все выборы прошли ну и так понятно и раньше было кто на выборах победить конечно владимиров заодно наверное давайте посмотрим с вами сегодня как там продолжается работа на проспекте ворошилова на улице шпаковской все ничего не закончили день города у нас будет когда на кажется 21 сентября надеемся что хоть 21 сентября на дорогу сделают по улице шпаковская да в общем-то по проспекту ворошилова там и так дорога заужена сейчас вообще-то музыка разъехаться довольно таки сложно вот арбузы продают 35 рублей чуть-чуть повстрее поеду а пироговая не поеду поеду по улице тухачевского здесь у нас и рынок тухачевский с правой стороны в этом году что улицу тухачевского делали ее тоже этого расширили мы и расширили там от остановки не полностью расширить вот теперь значит у нас расширяет здесь чуть-чуть расширяет тут смотрите видите здесь есть будет с левой стороны а вот уже уложили бордюры и предварительно так здесь уже заасфальтировали здесь есть будет ну в общем-то видите не широко не широко принципе и расширить можно было ну надо было пожертвовать несколькими деревьями здесь на то не всеми может вот это вот это дерево 4 там 5 деревьев с той стороны можно было подвинуть и просто широкий был бы проспект тротуарную плитку здесь укладывают я думаю что они стоят а здесь рабочие укладывают тротуарную плитку натянули ленточку вот здесь остановка раньше было ну наверно здесь и будет здесь еще работы хватает здесь парковка была так здесь расчетная стоматология ну в принципе хорошо будет аптека апрель а здесь вот как раз я вам говорил вот здесь как раз сделали нам тротуарную дорожку и будет велосипедная дорожка посмотрите как там широко и как здесь не очень-то широко здесь тоже парковка была так мазим пятерочка здесь ливнёвка такой ухты я здесь и не проведу потому что асфальт положили ливнёвка внизу то осталось вот видите здесь тоже вот так неплохо хорошо сделали даже неплохо я не знаю по срокам когда-то они планируют закончить ну точно и городу не успеет и здесь будет съезд видите тоже здесь будет съезд вот на шпаковск выезжаем терп поехали по шпаковской здесь тоже видите асфальт убрали прошли фрезой наша машина едет аварийная контактная служба смотрите шпаковская вообще пустая вообще пустая в общем горожане как думали да я так думал что вот улицу шпаковскую хорошо вот а позже начали делать что улицу шпаковскую все-таки полностью сделают и откроют к первому сентября этого года 2024 потом думали к выборам губернатора да не тут то было здесь работа еще полно где у города ну где у города возможно но еще здесь нет неостановочных пунктов толком потому что люди вот на этой бетонке стоят так ну ветер сегодня видите вам какой ветер там флаги не сильно то трепещет а вот здесь вот если вот от меня с левой стороной так прилично прилично трепещет их в общем забетонировали здесь все это парк победы здесь 50 лет в лкс улица фонтаны работают работают еще фонтаны не знаю когда будет отключать видите здесь забетонировали вот так опоры теперь делают видите сначала стакан бетонируется потом уже на болтовом соединении установится опора но вот здесь ведь уже залили под установку ну что-то вылезли езжай здесь работа полное по ума вот тоже опоры раз два четыре опоры вот так забетонировали спрашивали что с этими опорами будет вот когда их загрузят там уже видите оптика волокно туда уже перенесли работала здесь опышка я видел значит дальше здесь что говорили что опоры кстати оцинкованы была такая информация говорили что будут здесь вот кронштейны на которых держится контактная сеть и трассовая система контактные провода это вот кронштейны 4 метровые а будут они 7 метровые я даже не знаю это будем делать мы или нет или какие-то подрядчики здесь разговоры разные ходят ну в общем так вот здесь расширяет дорогу ну когда по срокам я не знаю ну по деревню до писали по деревне которые деревья все-таки не принялись но я думаю это не сложно думаю их потом подсадить можно еще деревья так так что еще у нас здесь дальше вот остановка ее перенесли сюда убрали тоже будут карман делать в общем работы здесь полно и полно а значит день города у у нас 21 будет сентября но по поводу празднования в общем шаман у нас должен был выступать не знаю будет или нет и в общем запросили за выступление 15 миллионов нормально полчаса там это хорошо еще если своим голосом полчаса там попел 15 миллионов люди начали возмущаться здесь тоже видите остановочный пункт карман забетонировали здесь и дальше там еще съезд будет получается вот четырех сейчас полосное движение это пятая полоса ну и плюс там съезд еще будет шестиполосное движение такие вот дела у нас городе старополе происходят значит по шаману в общем-то в оренбурге за вы его вступление запросили вообще 16 миллионов неплохо неплохо это все будет с краевого бюджета я сюда смещаюсь в левую сторону вот как раз и желтый загорелся но все равно вы здесь увидите ведь и так тоже вот здесь вот здесь вот здесь как раз будет такая вот но не арка на ней будет подвешиваться светофоры и знаки но это вот как по ленина если ехать от западного обхода кулакова вот там можно все видели и здесь то же самое вот вот здесь светофоры и знаки направление движения и чуть дальше тоже вот по этим переди опорам я не знаю это наши две опоры но здесь очень много спидчастей очень много спидчастей здесь у нас и находится вот стрелка вот сходная вот с левой стороны если сюда ехать чуть сзади меня еще одна стрелка но на чуть дальше за ним речь в общем-то и не ведем вот там нас что получается пересечения с бывшим 11 маршрутом под аватерсов потом еще там значит что пересечение тоже с 11 если по двойке ехать но уже оттуда со стороны космонавта вот здесь еще сколько там два пересечения общем спидчастей очень много я даже не знаю возможно вот эти две опоры наши останутся на движение округа не будет движение будет как эти я так думаю что прямо будет идти ваш паковская и уже вот так кружится не надо тем более здесь и часто бывают аварии давайте вот так еще проедем подаваться ведь круг здесь раньше мы его нет уже это такая опора будет на которую будет крепиться светофоры все залито бетоном здесь вот вот так вот проехали все посмотрели что можно я вам рассказал что можно показал как по youtube все нормально работает у меня никаких слоев нету на рутубе был сбой добыл сбой 5 или 6 числа но не только в ставрополе как грузилась не плохо в общем что народу можно там старые видеоролики еще загружать там я говорил что будет сноска в описании что это архив такие которые еще так более менее актуальны вообще будут будут новые так что заходите на рутуб то у меня сколько кажется 40 подписчиков я за подписчиками не гонюсь снимаю все это больше для интереса так это у нас улица серого молзавод с правой стороны дом торговли с левой стороны вообще-то не на фроленко надо попасть и поставить машину гараж ну ладно я дальше чуть проеду немного там развернулся ну и владимиров тоже что-то там было какое-то а что с того было кажется на канале он писал что все таки поубавили аппетит вот в этих торжествах и в городу и края там кажется день города и день края у нас объединен так тельмана проехали мне надо на заправку сейчас заехать здесь я уже на заправку не попаду ладно сейчас я развернусь друзья заскочу на заправку и вот так мы прокатились с вами по городу ставрополя чем ничего еще не сделали в общем свере вернулись там с курортов как видите движение это и не очень большое время 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 14 часов 45 минут здесь я тоже не успеваю когда 2 секунды остается и уже никуда нету сейчас я здесь разворачиваюсь поеду гараж перед этим заеду на заправку заправлюсь кстати вот здесь могу заправиться здесь у нас как раз улица лермонтова и как бы влево объездная там заправка руснефти немного здесь проехать туда за 16 школу и в общем то там вещи заправлюсь потом разворачиваюсь еду гараж так что погода отличная хорошая 22 градуса ветер ветер значит у нас такой уже осенний прохладной ну в общем то тепло ходим футболка видите то он ребята идут вообще на легке а с утра с утра видел да что тепло одевается так что у нас